Всем привет, вы на канале Наша Жизнь в Америке. New life is my life. Да, я чуть сама не сказала, не пережила. Слова не давали. Да. Сегодня ты первый раз на этой неделе. И последний. После больших выходных. Все, у нас сегодня, на этой неделе свобод. Вот яркий представитель, студент Сачок. Так яркий представитель, сегодня он стал писать лекции. В понедельник страна дала выходной. Вторник не учусь. В среду на три пары сходила. И до понедельника свободно. То есть учеба вообще не напрягает. Только домашку делаю и все. И иногда в колледж ходить, не по праздникам. Ну давай, что такое? Ой, сегодня на вуман стадина этом. Где, блин, наши феминистки все явлены колледжа собираются. В общем, начали мы изучать, типа там, гендерные различия, мужской род, женский род. Все так славненько, все так хорошо. Я с девочкой там одной подружилась, а мы сидим. Ну, по теме-то болтай. Не просто так. Девочка, что за девочка? Ей 18 лет. Она афроамериканка. Она родилась и выросла в Калифорнии. Она очень приятная. Я у нее спросила, какая у нее цель. Она сказала, что она пока не определилась. Как бы цели у нее нет. Она просто учится и учится. Она афеминистка или нет? Афеминистка вообще прям. Кожа. Прям ее тоже прет, я смотрю. Вот, такая маленькая, как же такая афеминистка. Ну, в общем, разделили доску на две части и написали сверху женский род, с другой стороны там мужской род. И начали, погнали, типа там, женский род, что это, типа, да. Вот какие у вас ассоциации приходят, там, слабость. Не, начали все красиво, маникюр, типа, там, уход за собой. Ну, за пять минут скатились к тому, что это зависимость, это слабость, это, типа, как наш Антуша говорит, у меня легкие эмоции, блин, что эмоциональные слишком, неуравновешенные. В общем, страхов много. Ну, в общем, очень. Смешали с женщинами. Да, вообще. А потом, типа, мужское, что интересно, начали там, типа, хорошая карьера там. Не, ну, правда, и написали про то, что и машины. Вот что, говоря о мужчине, что приходит на ум, типа, спортзар, машина, карьера, значит, бесстрашный, что-то я там такое еще запоминаю. А, значит, они эмоциональны, ну, прям все так хорошо у мужчин получилось. Ну, и после того, как, ну, писали очень много, мне прям просто сейчас тяжело вспомнить все это, да. Я напоминаю, у нас красит три мальчика. Они куда записывались? Они никуда не записывались. Просто каждый говорил, вот что ты думаешь про женский, про мужскую, про женскую. А эта девочка, она думает, твоя подружка, что она девочка или она мальчика? Она девочка, ну, это точно девочка, я карточку ее видела. Не, она девочка, но она себя кем считает? Она написала, что к ней ее можно идентифицировать как женский пол. Женский рот. Да, она шип. Она фимаэль. Это по-английски женщина. Я понимаю, женский рот, но мы больше концентрируемся как бы... Тут, понимаешь, еще надо подумать, как кого называть. Женский рот – это вообще о чем-то третьем, и так обращаться к ней нельзя. И женщиной тоже не стоит назвать. Ну, в общем, смысл сводится в том, что потом наш профессор так как говорит. Ну, это теперь небольшое задание. Даю вам минуту подумать. Вот, типа, вы завтра встаете, и, допустим, если вам есть возможность встать, типа, чье бы вы, вот, мировоззрение примерили, кем бы вы хотели... Ну, типа, хотели ли бы вы сменить свою, типа, вот, ну, внутренний мир, там, свою эту идентификацию, да, и сижу себе, посиживаю. Да. И весь класс поднял, что все хотят мужчинами быть. Даже два пацана. Один, один остался в моей компании. Они не уверены, что они мужчины. Вот, я тоже про это подумала. Вы что, сомневаетесь? Иди, что, блин, кто вы еще не решили на какую сторону Я не думаю, что их могут в женщину просить. Я, короче, сижу себе, посижу, и она такая, говорит, ну, типа, у нас осталось для человека, кто не хотел быть, Типа, да, мужчины Я так думаю, я еще кто-то Ну, значит, пацана спросили этого, типа, ну, мальчишку Ну, боже мой, фортнайт, фортнайт этот он тоже знает, короче В общем, он бы не хотел ни это самое переходить Ну, короче, фортнайт это такая игра, в которую играет наш старший сын, младший сын и дочка И получается, этот мальчик уровень, слава богу, школу закончил Он не захотел в мужское переходить, потому что он сказал бы, что ему, пробу, интересно, да Все-таки, так как он себя и так идентифицирует, как мужчину, да Ему, проб, интересно в женской, как бы, ну, в теле, там, в мыслях побыть, типа, там, ну, посмеяли А потом она такая, говорит, еще, ну, то есть, это он сам так говорит Да, он говорит, ему, проб, интересно Он говорит, почему вы, типа, не захотели бы попробовать Ты? Да, а я такая, прям, за сердце схватила Думаю, отстаньте от меня, тут могу досидеть 20 минут до конца класса и пойти Ну, и тут, в общем, а, ну, никто же не знает, мы тогда канал не вели Дело в том, что я когда-то делала у Сережи презентацию, ну, вот Своим дорогим любимым мужем, за которого я благодарна Богу каждый день Это я из слова из презентации говорю Так ты их можешь громче говорить, то никто не раз слушает И в общем, она такая, говорит, ну, мне, говорит, интересно, почему Вдохнула погруче, говорю, вы знаете, говорю, я 15 лет назад вышла замуж Я очень счастлива в браке Я говорю, как раз в браке за вот этой вот стороной Говорю, за мужчиной, который, говорю, он поддерживает Он, говорю, не такой эмоциональный, как я Он, а, там вот еще было, что добытчик, зарабатывает деньги В общем, я вот это все зачитала Добытчик сегодня бекон добыл Вот это все я зачитала, говорю И с другой стороны, говорю, так как я удачно вышла замуж Говорю, я раки-вуман, говорю, я хорошо себя, говорю, пристроила 15 лет назад Говорю, то сейчас, говорю, мне очень комфортно в этой стороне Да, говорю, я хочу быть слабой женщиной Я хочу быть эмоциональной женщиной Которая плачет, блин, над мультиком, над собачкой, там, над котиком Которая красит ногти, которая не носит, там, какие-то тяжести Которая, блин, я, говорю, хочу быть девочкой Говорю, и мне повезло, мне дают быть девочкой Поэтому, говорю, меня все устраивает, я никуда не хочу Он сказал, ну, хорошая позиция, да Ну, классно, тебе не обозлился? Нет, нет, девчонки рядом начали, говорю, типа, ну, да, да, раки-вуман Хорошо, типа, хороший муж Я говорю, спасибо, как бы, да Имеем, так сказать Вот, ну, мне это было как бы Я просто так немножко растерялась Я не думала, что у нас прям как бы к стенке припрут этим вопросом Типа, объясни, там, свою эту Я-то думала, что мы так просто руки подняли, как обычно Чтобы проголосовали и разошлись Ну, вот Ну, физрук сегодня новый повеселил Это хорошо, конечно, что он тоже футбольный третий Ну, он немножко более серьезно относится к уроку, чем наш предыдущий физрук Ну, начал он класс сегодня весело Очень много кто понял его шутку, потому что он взял ручку и сделал вот так Чик Ну, знаете Стер, типа, стер и говорит, начнем, типа, сначала, говорит, наши отношения Говорит, каждый представит себя Говорит, так как я не в курсе, кто вы тут есть Но мы-то с тем учителем это все прошли И мы опять по новой полкраса Бортали, рассказывали, кто чего приехал, кто откуда, что как Ну, потом мы сегодня у нас, мы разговаривали очень много о психологическом здоровье О душе, о душе много говорили Потом немножко говорили о заболеваниях психических О том, как эти люди нуждаются в помощи В общем, все прошло тоже хорошо Ну, и третий мой урок был, чарот-два-рот Я даже Сереже водку прислала Ну, ладно, я не знаю, это можно ее Да мы покажем, наверное, просто это, конечно Ну, это же получается, я как бы, сподтяжкачего В общем, в соседнем классе учится девочка, которая слепая Ну, я так поняла, что она полностью слепая Вот она ходит с собачкой с этим поводырем Это не собачка, это собака Да, это нормально По-моему, это ротвей... Завратистый ротвейлер? Да, ротвейлером называется Ну, в общем, она очень большая Ну, она добрая, ее зайти, скажем, весь этот коридор, блин, который стоял, ждал, пока как раз откроется В общем, вот с такой большой псинкой она ходит Она вообще большая Сейчас речь не о псинки, ты просто расскажи, кто учится в колледже, вот тут В колледже могут учиться То есть, этот пример, что эта девушка не видит, она ходит с собакой, которая ее водит Да И она учится Она учится В прошлом году у вас был кто? У нас учился глухонемой парень, которому приходило два специалиста на пару Пара из двух с половиной часов К нему приходило два специалиста, которые по 10 минут рядом Вот стоит учительница, рассказывает что-то там, бла-бла-бла, о чем у нас урок идет И стоят этот, ну, средоперевод это называется, да, и она стоит этому парню переводит Когда у парня есть какие-то вопросы, она чик-чик-чик у него спросила Ну, они, он ей сказал своими жестами, она перевела это учителя Они вот так вот общались все время Еще один представитель Еще девочка на инвалидной коляске с нами училась в красе И плюс я видела таких людей Я даже не знаю, как это некорректно В общем, мы не обсуждаем Мы просто говорим, что ты инвалид Лежат в таком вот Это даже не инвалидное кресло Это электронное кресло, которым они руководят Потому что, глядя на этого человека, получается, что у него работает один или два пальца И они именно не сидят в нем, они уже как лежат на этой катарке Они тоже посещают лет Я с такими людьми не училась в красе, я не знаю Но они посещают Более того, просто проходя на свою физкультуру Я видела, для таких людей есть специальная физкультура в красе Они тоже для себя могут выбрать и право, и физкультуру Ну, разность Просто в таких креслах даже бывает по городу ездить Ну, я просто вот о том, что у нас есть такие студенты И просто о количестве таких людей я могу сказать Потому что, когда заканчивалась моя пара в прошлом году В шесть с чем-то, когда у меня заканчивались занятия Это может быть даже не прошлый год Ну, в общем, есть специальное место, куда подъезжаю Сережа, расскажи, что это за машина Потому что я... Ну, это типа социальное такси такое называется Ну, наверное Ну, короче, в них только есть водительское кресло И рядом кресло И сзади вообще пусто все И они как-то чуть-чуть больше, наверное, чем минивэн Нет, они, это может быть обычный минивэн Даже такой, как наш Но есть специальные вообще Nissan Специальные минивэны такие Да, и они особого цвета Они со специальным трапом И почему я знаю, как много у нас таких людей учатся Потому что в это время я видела Они в одном месте как-то там их всех забирают Ну, по крайней мере, я видела в это время Там порядка 15 машин стоящих, ожидающих кого И как люди туда заезжают на этих колясках Просто вот, скажем так, случайно сегодня увидев это И рассказав вам Мы хотим рассказать о том, что Преград вообще никаких Никаких нет преград Что учатся люди-инвалиды Которые, ну, просто вот, например, мы берем про свою страну Но мы можем говорить только за свою страну Потому что Ну, не видели мы в Беларуси Людей с ограниченными Это как ты правильно говоришь Возможностями или способностями? Со специальными потребностями Со специальными потребностями Учащихся где-либо Вот в школе Марина рассказывала И Марина сможет работать таким специалистом Который помогает, ну, вот Детям Таким детям У нас есть такие дети в школе И тем более уже учиться в таком Ну, я не знаю, как это правильно назвать В Беларуси бы сказали С такими, блин, наклонениями, нарушениями Учиться в колледже Это просто Ну, это без вариантов Это все Это человек Он обречен на жизнь в четырех стенах Это было вот у твоей подруги Двоюродной сестры Кто там что? Она встретила молодого человека через интернет Потом она узнала, что он на коляске Ну, в общем, это не... Который просто не мог выйти из дома Потому что они с Женей на четвертом этаже И только тогда, когда они уже стали более... Близки Более близки Когда они уже понимали, что они будут как пара Она начала знакомить его со своей семьей В ее семье есть крепкие мужчины, которые помогали сносить И вот этот молодой человек за много лет До тех пор, пока ее встретил Побыл там на улице, скажешь Это уже... Он просто побыл на улице Это не говорит... Его вынесли, потому что он крепкий А он в семье был, где мама... Ну, короче, женщина Только его никто не мог там, ну, транспортировать То есть носить, потому что там лифта нет Потому что тем более он не мог ходить, учиться, ездить Это как врач А они, когда она уже с ним стала жить Как с мужем, как с мужчиной Они... Потом она организовала, они там на речку ездили Просто это вот как пример того, что... Как все сделано Как заботятся о людях И какое внимание к инвалиду Ну, вот просто мы идем Дверью, хоп, торкнули, открыли Я недавно обратила внимание Что на стенке есть такая вот большая, как кнопка И снизу инвалидное кресло нарисовано Если на это нажат, то двери сами откроются на какое-то время То есть инвалид может подъехать на кресле, нажать Ну, как бы я подхожу Просто саму дверь торкаю Ну, вот как в магазине, там все А такой человек подъезжает, нажал и поехал по своим делам Это на самом деле очень большое достижение Очень большая забота о людях И очень большой шанс у них в жизни не остаться дома в четырех стенах Вот так вот быть социально нужным, социально полезным И жить полной жизнью Блин, ну это просто то, что едет Я не знаю, как вам это показать Я не знаю, как вам это показать Я не знаю, как ты его уже не снимешь Если только поехать за ним А ты можешь остановиться, он поворачивается Сейчас мы снимем машину Сделаем ставку, пока вы ее можете просто в зеркало понаблюдать Ездят разные, конечно, трати всякие бывают Но вот это, конечно, уже гораздо больше того, что если просто большой или просто покаченный Так вот, конечно, уже гораздо больше всего Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Из-за чего, вы думаете, они возникли? Ну и, в общем, можно детально вплоть до того, что вот Тоня выросла, она имеет трёх детей, живёт в Парас Вердос. Ну мы, короче, свою историю какую-то придумали. А потом, когда на Крассе было, по-моему, пять сценариев, потом она нам рассказала о этих людях, о ком мы... Мы придумывали какую-то им жизнь, а они на самом деле реальные люди. Так вот эта девочка Таня из Тоня, из проблемной... Которая жена с проблемной мамой, которую я обижала и била даже. Она чемпионка по какому-то, короче, виду спорта. За 94-й год Олимпийские игры выступала она за США. Но я забыла, по какому-нибудь спорту. А про одного мальчика, которому... Короче, это группа, которая его сценарий разрабатывала, она ему обещала ближе... Он вырос в прекрасной религиозной семье, там, тра-та-та. И вообще всё у него хорошо было. Любящие родители. И, в общем, он вырос в маньяка, он 45 человек. Вот так. Ну а после... Ну это мы там ещё какие-то работы делали, там много портали о чём-то. А после этого мы стали писать лекции. И, в общем, знаете, что я поняла? Что на следующий урок мне нужно взять с собой несколько механических карандашей. Потому что времени на то, чтобы поменять стёртую дюбку. Списавшуюся. Всё, прошло мимо тебя, ты не успел записать. А почему важно записывать? Потому что раздавая наше расписание, и где пишется, как будет экзамен проходить, на экзамене можно пользоваться своими записками. Во время экзамена open, типа, notes. Можно открытые тетради иметь. И поэтому всё, что ты успеешь записать, это значит, что ты успеешь... Ты будешь иметь возможность смотреть это на экзамене. Списать. Идут слайды. В это время она что-то говорит. Блин. И пишешь, и пишешь. Ну, серьёзно, мне, походу, нужно три карандаша с собой убрать. Да, реально. Потому что, ну, это какой-то просто... Их можно купить за доллар в центре. Три штуки сразу написать. Вот, ну, сам факт, что... Ты не была готова списать карандаш за лекцию, и... Я две дютки списала за лекцию. И вообще начиналось всё красиво. Я там что-то напишу, выделю хорайтером, потом я поняла, что потом разберёмся. И уже просто отмахала, чтобы быстрее писать. А ещё что, что если раньше в других классах, по крайней мере, в ИСЛ-классе никаких проблем не было, чтобы фотографировать, почему-то здесь очень много говорят о том, что никакого рекорда типа нельзя делать. Если там по какой-то причине вам нужно сделать, что-то там заснять, ну, я бы фоткала, допустим, слайд, который на доске идут, да, то надо перед лекцией предупредить учителя, что по такой-то причине тебе... Ну, грубо говоря, сломана рука, сегодня я буду фоткать. Ну, рука не сломана, фоткать не было. И поэтому, если ты... Чем больше ты запишешь, тем тебе легче будет на экзамен. Ещё одна фишка американского колледжа. Списывать нельзя, но можно пользоваться своими... Своими записками. Своими конспектами. Поэтому я старалась, конечно, просто... Прямо вижу себя... Передактировать. Вижу себя прямо в своём техникуме с конспектом на экзамен. Как правильно сказать, не редактировать, а конспективно. Реконспектировать. Стенографировать. Да. С картинками, кот, даже с картинкой. Ну, вот на такой весёлой и жизнерадостной ноте заканчиваем наш коллегский влог. Вы были на канале... Наша жизнь в Америке. New Life is My Life. Спасибо всем, кто с нами, кто пишет комментарии, задаёт вопросы. Благодаря вам канал становится интереснее. А тех, кто не подписан, предупреждаем, подписка открыта, и ограничений не имеет никаких. Ни по возрасту, ни по мировоззрению, ни почему. Поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. И всем хорошего настроения. Бай-бай. И обязательно ходите в школу, потому что учение – это свет. Всё, увидимся. Я, значит, привыше не больше всего. Понимаешь, это была просто, блин, стратегическая ошибка, блин, начать меня на эту ручку. Надо было брать, чтобы, блин, первая подруга подарок не было. Субтитры сделал DimaTorzok